Я хотел бы предоставить слово следующему докладчику, кандидат медицинских наук полубояриного Ирину Владимировну, представляющая Первый Московский государственный медицинский университет, доклад на тему профилей пациентов для перехода на помповую инсулинотерапию. Пожалуйста, Ирина Владимировна. Благодарю вас. Уважаемые коллеги, сегодня мы поговорим о том, что, собственно, считается новинкой, хотя таковой не является, ибо инсулиновая помпа вошла в клиническую практику еще очень-очень давно, в конце 70-х, в начале 80-х годов. Тем не менее, все-таки это считается инновационным методом, и нам важно ответить на три главных вопроса, когда мы решаемся переводить пациента на помповую инсулинотерапию, а именно, кому, когда и зачем. Вот на эти вопросы мы попытаемся сейчас вместе с вами ответить. Для того, чтобы начать, вспомним, собственно, что такое инсулиновая помпа. Важно понимать, что инсулиновая помпа – это, по сути дела, автоматизированная шприц-ручка. Это не волшебный прибор и не искусственная поджелудочная железа. Это автоматизированная шприц-ручка, электронно-механическое устройство для круглосуточного введения инсулина. Да, у нее есть определенные преимущества, и сейчас мы на них остановимся. Что относится к преимуществам инсулиновой помпы? Ну, прежде всего, уменьшение количества инъекций. Это важно для кого? Для нас или для пациента? Для пациента, совершенно верно. Гибкий режим подачи инсулина – это уже важная для нас вещь, да, потому что индивидуальная адаптация, например, базального введения инсулина гораздо важнее для нас, хотя для пациентов определенным образом имеет значение. Микродоза инсулина – это то, что определяет по своей сути улучшенную фармакокинетику и фармакодинамику инсулина при введении с помощью помпы. Это же приводит к уменьшению вариабельности гликемии. Соответственно, меньшее количество перекусов – тоже для нас очень важный момент. все это приводит вместе к совершенствованию навыков управления диабетом и выше удовлетворенность лечения, удовлетворенность лечением у наших пациентов. Ну и по сути своей – это жизнь в современном мире, да, это то, к чему, собственно, стремится диабетология, если мы берем информацию, которую сейчас наши зарубежные коллеги до нас пробуют донести. Если говорить о недостатках, то самым важным психологическим недостатком будет необходимость постоянного ношения устройства на себе. Чаще всего это сложно себе представить человеку, который этого не делает. Тем не менее, для достаточно большого круга наших пациентов это становится проблемой. Отсутствие длительно действующего ДПО инсулина. Является ли это недостатком? Ну, это скорее преимущество помпы и недостаток режима множественных инъекций. Почему? Потому как формирование ДПО под кожей изначально предполагает некую нестабильность и отсутствие воспроизводимости результатов при введении инсулина. Дальше, следующие три недостатка, которые перечислены, связаны непосредственно с инфузионными системами. Инфузионные системы называют ахиллесовый питой инсулиновых помп. Почему? Потому что основные проблемы, которые возникают с помпой, зачастую связаны с инфузионными наборами. Кроме того, нам необходимо более грамотно обучать наших пациентов, потому что помпа требует усовершенствованных навыков. И необходимо обучаться самим, потому что владеть этим прибором, владеть его настройками, для этого нам нужно обладать необходимым уровнем знаний и умений. Ну и то, что для нас еще будет важно, это высокая стоимость. Давайте посмотрим пример. Вот есть у нас пациент Максим, 33 года, 4 года стажа диабета. Он получает режим множественных инъекций. Уровень гликированного 6,7, поздних осложнений нет. Будем мы его переводить на помповую инсулинотерапию? Ну давайте, кто бы из вас перевел? Вопрос, есть ли гипогликемия? Есть ли гипогликемия? Ну, допустим, есть немного нетяжелых. Тогда да или нет? По принципу от добра добра не еще, да? Не будем переводить. Ну вот как раз об этом я бы и хотела немножко поговорить. Сейчас, извините. Давайте посмотрим. Очень интересное исследование, которое было опубликовано в 2014 году. Это исследование, сделанное на шведском национальном регистре. Надо сказать, что шведы учитывают практически все события, связанные с сахарным диабетом. Сам регистр насчитывает почти 34 тысячи пациентов. И интересным дизайном было то, что на каждого пациента с сахарным диабетом первого типа брали 5 человек здоровых. И вот при том, что их наблюдали 8 лет, смотрите, какие результаты получились. Если брать группу пациентов, которых мы считаем изначально компенсированными, то есть с гликированным гемоглобином меньше 7, среди них смертность от любых причин была в 2 раза выше, как и смертность от сердечно-сосудистых событий по сравнению со здоровыми людьми. То есть, казалось бы, мы добиваемся того, чего мы добиваемся, то, к чему мы стремимся, но при этом люди по-прежнему умирают чаще, чем в среднем по популяции. Значит, что-то мы упускаем. И вот это исследование дало возможность задуматься о том, собственно, а что мы упускаем, в какой момент мы делаем что-то не так. На секунду отвлекусь на гликированный гемоглобин. Всем вам известна эта табличка, она представлена в национальных рекомендациях. Как раз вот эти цифры 6,5, 7, 7,5, 8. Если мы берем в пересчете на уровень глюкозы, это те значения, которые большинство из нас считает нормальными. И когда мы их видим в дневнике у пациента, вряд ли кто-то из нас скажет, что это плохо. Чаще всего мы просто посмотрим и скажем, ну это очень хорошо, давайте продолжать в том же духе. Но тут нужно помнить, что гликированный гемоглобин является интегративным показателем, и он не отражает вариабельность глюкозы. И поэтому совершенно правильно был задан вопрос, а есть ли гипогликемия. Так вот, гликированный гемоглобин не дает представления о гипогликемиях. И поэтому достаточно часто можно увидеть графики, которые на самом деле совершенно разными являются. При одном и том же уровне гликированного гемоглобина мы увидим разную вариабельность. От слишком высокой к слишком низкой значениям глюкозы до вполне себе стабильных. Ну вот пример, допустим, моей пациентки. Гликированный 7,1, и при этом мы получаем вот такой график при монетарировании. То есть сложно подумать о том, что эта пациентка достаточно хорошо компенсирована, хотя гликированный 7,1 вполне соответствует ее целевым значениям. Если мы рассматриваем вариабельность как маркер сетечно-сосудистого риска, то этому посвящены и реанализ DCCT, и финское исследование тоже, которое выполнено на достаточно большой группе пациентов. Таким образом, если мы говорим о современных перспективах, то мы переходим от дальних целей, от стремления к определенному уровню гликированного гемоглобина к анализу здесь и сейчас, а именно к анализу вариабельности. И когда мы анализируем вариабельность, то становится все более и более важным время в диапазоне. То есть то количество измерений, которые попадают в установленные нами же цели. По сути своей, именно это и является современной целью терапии. То есть попытка приблизиться к нормальной физиологии поджелудочной железы и перейти от намечания цели к тому, чтобы мы ее наконец-то уже достигали. Если мы обратимся к клиническим рекомендациям, которые существуют, то какие преимущества выделяются в рекомендациях и какие являются показаниями к переводу на инсулинотерапию с помощью помпы. Снижение количества инъекций. Посмотрите, эта картинка, вот эта фотография сделана была специально к дню диабета 2 года назад, чтобы вы имели представление, сколько инъекций выполняет пациент за месяц в среднем. Достаточно много. И 10 смен систем, которые выполняет пациент на инсулиновой помпе. Производит впечатление, согласитесь. И то, о чем я уже говорила. Более низкие дозы инсулина и более физиологическое введение. Это относится к техническим преимуществам. Индивидуальная адаптация базального профиля. То есть то, о чем уже сегодня я упоминала. Возможность подстроить график базального введения под конкретного пациента. То есть возможность убрать подачу инсулина в ранние ночные часы, увеличить в ранние утренние, снизить в течение дня, когда наибольшая физическая активность, и увеличить тогда, когда человек в основном сидит вечером. Среди клинических преимуществ, конечно, это более низкая вариабельность. Это уровень гликированного гемоглобина, который интересно, что в исследованиях оказывается не таким уж... Динамика оказывается не такой уж существенной. Если мы будем смотреть опубликованные исследования, то там в основном 0,7-0,5 разница между помповой инсулинотерапией и режимом множественных инъекций. Но это связано с тем, что группа, с которой мы сравниваем, она тоже находится под тщательным наблюдением. И таким образом пациенты, которые наблюдаются как контрольная группа, тоже получают повышенную заботу. Если мы берем исследование real life, то есть исследование в настоящей жизни, то есть то, как мы обычно ведем наших пациентов, то, конечно, там динамика гликированного гемоглобина оказывается существенно выше при переводе на помповую инсулинотерапию. Уменьшается частота гипогликемии, тяжелых практически на 35%, на 37,5%. И снижается частота осложнений. Еще одно исследование, опять-таки выполненное на шведском регистре, когда сравнили 15 тысяч пациентов на множественных инъекциях с 2,5 тысячи пациентов на инсулиновых помпах. Смотрите, выживаемость у пациентов на инсулиновой помпе выше, то есть снижение общей смертности на 29%. Риск фатальных и нефатальных сердечно-сосудистых событий снижается на 43%. То есть люди чаще живут дольше при переводе на помповую инсулинотерапию. Таким образом, давайте еще раз ответим. Есть смысл переводить нашего Максима на помповую инсулинотерапию в свете вот этих вот знаний? Пусть живет дольше, да, и то, что у него гликированное 6,7, еще не должно его отвращать от того, чтобы дать ему возможность жить в современном мире. Но здесь есть несколько оговорок. Если он сам хочет, да, и если врач, который с ним встречается, готов к этому переходу. Но таких, как Максим, не так много, да, среди наших пациентов. То есть такие пациенты, которые идеальны, которые приходят к нам и которые просят о том, что вот как бы давайте улучшим качество жизни. Если взять данные сообщества T1 Day Exchange, это большое американское сообщество, которое насчитывает более 20 тысяч пациентов с сахарным диабетом, в основном первого типа, то смотрите, не больше 30% пациентов в самой активной возрастной группе достигает целевого значения гликированного гемоглобина. Это значит, что 70% остаются декомпенсированными. Наши данные по стране в целом не сильно отличаются. То есть все равно больше половины пациентов наших не находятся в состоянии компенсации, не достигают целевых значений. Посмотрите, вот если мы берем вот такой дневник, да, там есть разное, да, там есть и 2, там есть и 22, там есть и 26, и 15, и 7, и 6, и 9. Там есть любые цифры, все те, которые мы можем представить. То есть если аллегорически, то там есть разное, и причем это сложно подлежит какому-то анализу. Если мы подсоединяем как третью силу мониторирования и пробуем разобраться, если не с бумажным дневником, то хотя бы по данным монитора, мы и здесь не находим ответа. И, собственно, дальше возникает вопрос, а что это? Это лобильный сахарный диабет, да, или у нас некомплоентный пациент, да, который не соблюдает наши рекомендации. Вот во всех этих моментах нам хочется, конечно, переложить ответственность на пациента и сказать, конечно, он просто нас не слушает, да, но тем не менее есть множество подтверждений тому, что не всегда у пациента получается. Не получается почему? Всегда ли потому, что он не хочет? Вот давайте еще один пример. Марина, 11 лет стажа диабета, гликированной 8,8. Часто ли вы видели такие высказывания, слышали такие высказывания? Зачем колоть пальцы, когда я его чувствую? Слышали? Слышали. Колю после еды, потому что до на работе неудобно. Это способствует компенсации диабета? Нет, да? Меняю картридж, когда закончился. То же самое можно сказать про иголку, да, на шприц ручки. Меняю тогда, когда больно колоть, например. Или хлебные, ну, примерно считаю, да. И вот это вот, ну, примерно считаю, обычно означает, что, скорее всего, нет, не считает, да. А что, на перекусы тоже надо было, да. И вот таких вопросов, которые задают нам пациенты, их достаточно много. И в какой-то момент мы понимаем, что, в общем-то, все наши слова уходят в какую-то пустоту. Да, и при этом, если разговаривать с психологами, спрашивать, собственно, а что лежит в основе такого отношения к собственному заболеванию. Психологи говорят, что это не специальная реакция, да, это вот не нарочно. На самом деле это включаются механизмы психологической защиты человека с хроническим заболеванием, которому проще вытеснить и уйти вот в эти детские реакции, нежели действительно столкнуться лицом к лицу с реальностью. Так вот, представьте, если Марина, ваша пациентка, в течение 7 лет, вы ее наблюдаете, с какой вероятностью она через 3 месяца придет с идеальным гликированным гемоглобином, вдруг начав выполнять все рекомендации? 0%. Соответственно, если мы рассматриваем ее как кандидата к переводу на помповую инсулинотерапию, мы ожидаем, что вот после того, как мы поставим помпу, настроим режимы, да, подберем эти режимы, гликированный станет идеальным. Есть основания в это верить? Хорошо. Наверное, в первом любом случае вопрос стоит о мотивации. Вот у того парня молодого и у нее. То есть здесь надо тоже это учитывать. Характеристики пациента, определяющие успех. Это прежде всего регулярное наблюдение. То есть если человек приходит к нам и говорит, что он последний раз был у эндокринолога в 1986 году, а потом все время дела мешали появиться, да, и вдруг сейчас он где-то прочитал о том, что помпа – это очень здорово, да, то, наверное, это не самый лучший кандидат для перевода на помповую инсулинотерапию. И еще важный пункт – это эффективное управление жизнью с диабетом. Есть ряд пациентов, которые ведут огромные тома записей со своими жалобами, показателями гликемии, дневниками питания, но при этом они из раза в раз наблюдают высокие цифры.